Здравствуйте! В студии Дарья Каштанова, старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ и общественностью. Халатность и нарушение правил безопасности по материалам прокурорских проверок. В Уссурийске возбуждены два уголовных дела. В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о тройном убийстве. Тела двух погибших обнаружены в Спаске Дальнем после прохождения тайфуна. Ход расследования на контроле у прокуратуры города. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении правил безопасности при возведении гидротехнического сооружения в Уссурийске, а также по факту загрязнения мазутом микрорайона 7 ветров. Прокуратура Приморского края по результатам проверки исполнения требований законодательства при производстве работ по строительству гидротехнического сооружения в микрорайоне 7 ветров в городе Уссурийске выявила, что установленный контрактом срок работы не завершены. На сегодняшний день выполнены 9 из 11 этапов. Кроме того, в апреле 2023 года за отступление от проектной документации подрядная организация привлечена к административной ответственности. Как следствие, объект незавершенного строительства не выполнил своего функционала и в период паводковой ситуации оказался частично поврежден. Прошедший через него поток воды подтопил 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и свыше 15 капитальных гаражей в районе улицы Раздольной. Наступление негативных последствий стало возможным в результате нарушений при производстве работ, допущенных подрядчиком и отсутствии должного контроля со стороны заказчика работ. Прокуратура города Спаска-Дальнего поставила на контроль ход и результаты доследственных проверок по фактам обнаружения двух погибших. 14 августа 2023 года после схода воды во дворе жилого дома на улице Колхозной в городе Спаск-Дальний обнаружен труп мужчины 1959 года рождения. В ходе эвакуации погибший решил переждать паводок по месту жительства, рассчитывая на собственные силы. После потери связи с родственниками специалисты начали его розыск. 15 августа 2023 года в ММВД России из Спаски поступило заявление о безвестном исчезновении местного жителя 64 года рождения, который в период прохождения паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в город Спаск-Дальний по проселочной дороге, после чего перестал выходить на связь. Тело мужчины обнаружено накануне в реке Кулешовка. Ход и результаты доследственных проверок, а также установление обстоятельств и причин гибели приморцев поставлены в надзорное ведомство на контроль. В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о тройном убийстве. Заместитель прокурора края Андрей Трегубов утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Кировского района. Он обвиняется по пунктам А.Д.Е. части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийства двух и более лиц, общеопасным способом с особой жестокостью. И части 2 статьи 167 Уголовного закона, то есть умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба. Мужчина обвиняется в том, что в августе 2022 года он пришел к своему соседу, проживающему в одном из частных домовладений ПГТ Кировский, где между ними произошел конфликт. Затаив обиду, мужчина вышел из дома, подпер снаружи входную дверь бочкой с водой, после чего поджег сухую ветошь и бросил ее в одну из секций веранды дома, где отсутствовало остекление. Убедившись, что начался пожар и понимая, что в жилом помещении находятся люди, обвиняемый скрылся. В результате преступных действий погибли двое мужчин и женщин, находящиеся в доме, а также повреждено имущество стоимостью свыше 600 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу. Редактор субтитров А.Семкин